Продаем. Мы подстраиваемся под клиента, мы выявляем его потребность, мы с ним на одной волне. В эту минуту мы ни о чем не думаем, только об этом человеке, не отвлекаемся и слушаем его. У нас два уха, один род, да? Мы много слушаем, меньше говорим и даем то, что ему надо. Мы даем то, что нужно человеку. Рекрутирование – это когда мы человека приглашаем в свой бизнес. Когда мы человеку приглашаем в свой бизнес и, знаете как, берем свою команду. Очень часто люди приглашают, допустим, на встречу человека и говорят, вот он много путешествует, вот ты ему расскажи, вот расскажи о скидках и, возможно, он придет в бизнес. Лично я так не работаю. Я понимаю, вы знаете, вот когда мы, вот представьте, вот на самом деле, когда мы идем человека рекрутировать, мы как работодатели, да? Директор, да? Вот давайте нарисуем картинку, как вот кто-нибудь устраивался на работу? Директор, да? Приходит директор, ой, приходите вы к директору, как он вас нанимает на работу? Он спрашивает вас, да? Он смотрит, да, что ты умеешь, подходит ли он тебе, да? Спрашивает. На самом деле, когда мы продаем, это одна ситуация, а когда мы человека приглашаем в бизнес, приглашаем в свою команду, то мы должны выбирать. Мы должны выбирать. Потому что, вот, знаешь, иногда смотришь на человека и думаешь, хочу ли я с ним путешествовать? Хочу ли я с ним зарабатывать? Хочу ли я много времени проводить вместе с ним? Если вот, как говорили, кто-то говорил, одни проблемы, бегите от этих людей. Зачем такого человека рекрутировать, предлагать ему бизнес и вообще говорить о том, что ты вот заплатишь и ничего делать не будешь, и ты получишь деньги. Это мы кому делаем лучше, себе или ему? Кому это надо? Ни себе, ни ему. Потому что, когда мы приглашаем человека в бизнес, первое, что мы должны, мы должны понимать, понимать, что хочет этот человек. Спросить его цели, задачи, что он вообще в данный момент хочет. В поиске ли он чего-то. Или, может, его устраивает, устраивает ходить на работу с утра до вечера, да? И приходить домой, быть в этом замкнутом кругу, возможно, его это устраивает. И такие люди есть. Есть люди, которые задумываются, задумываются о том, что что-то не так. Лично, когда мы с Сергеем, вот, как бы, мы занимались бизнесом, да, у нас был традиционный бизнес, у нас была компания, которой мы занимались, и нам много было предложений. Но наступил такой момент, когда мы задумались, когда меня уже не устраивало то, что у меня есть. Нас не устраивало, мы уже были в поиске. Мы хотели что-то новое. Мы это планировали. И когда Михаил к нам пришел, хотя он не сетевик, хотя он вообще не знает рынка туризма, но он именно пришел в тот момент, когда мы были готовы. Когда мы готовы были к чему-то новому. И вот это зерно упало в плодотворную почву. Когда мы с человеком разговариваем, не обязательно, чтобы он сразу заключил контракт. У нас есть люди, которые заключили через неделю, через месяц, через год. Когда нам Михаил рассказал о Fireflies, когда это было Swiss Hell, мы загорелись. И, скорее всего, тогда сработала именно интуиция. Потому что, сами понимаете, сайт был на английском языке, 196 тысяч отелей, ничего не понимаем. Сработала чистая интуиция. Но мы настолько этим начали жить, и мы собрали всех своих знакомых. У нас был офис, у нас был зал конференции. Мы снимали на тот момент. Мы собрали всех своих знакомых. Было более 30 человек. Михаил провел презентацию. Все так классно. И я такая заряженная. Мы такие, ух. И я говорю, давайте завтра, на следующий день все соберемся и начнем планировать. Ну, как бы, ну, смотреть, что дальше. Как вы думаете, мы утром пришли с Сергеем, наверное, в 8 или в 9 утра. Мы там приготовили чай, все. Как вы думаете, кто пришел с близки? Никто не пришел. Один племянник, племянник, который вообще против сетевого маркетинга. И всегда, знаете, с меня смеял. Он говорит, ну, хорошо, типа, ты сетевик, знаете. Но он это услышал. И мы с Сергеем начали заниматься. И мы, у нас получилось, что мы 6 декабря заключили контракт. 7 или 8 Сергей выехал в Киев. А потом позвонил мне оттуда. В декабре сказал, 13-го мы едем на семинар за тысячи километров. И когда мы приехали, мы немножко поработали. И мы дождались, когда закончится Новый год, сели в автобус и поехали по разным городам. Мы поехали по разным городам. Мы поехали в Одессу. Мы позвонили в Донецк. Мы позвонили в Кировоград. Мы позвонили те люди, которые у нас были. И в конце января мы собрали в Киеве уже презентацию. С 8 по где-то 28 января мы объехали много городов. Собрали, кстати, вот Лариса, ее спонсор Светлана Сасина. Она на тот момент приехала на этот семинар в Стаганрога. Она была на этом семинаре. На этом семинаре было где-то 30-40 человек. Приехал первый раз Йозеф Бартушка, который завтра будет. Он проводил презентацию. Зал был полный. Что для меня тогда было? Вот именно вот это ключевое было. Когда он нам начал показывать презентацию, и когда он открыл свой личный кабинет, у нас тогда сейчас этого нет. У нас вверху, где у нас справа вверху деньги, сколько у нас на тревел-балансе, то именно тогда там показывал, сколько он денег заработал. И мы увидели сумму, и я ее сфотографировала. Это была сумма более 242 тысячи долларов. А он всего был полтора года в проекте. И он рассказывал о том, как он первый, и как полгода у него не получалось. И как вообще люди спрашивают, а кто-то заработал? Нет, ты будешь первый. А кто-то путешествовал? Нет, ты будешь первый. И он рассказывал эту историю, а потом показал, он не видел. Это вот буквально полгода назад я на семинаре ему сказала, что я сфотографировала тогда эту цифру. И я тогда поняла, что если он, молодой парень, первый в компании, без опыта, сделал такое, то мы, имея опыт вдвоем, занимаясь сколько лет бизнесом, мы это сделаем. И именно после этого, после этого начался наш стремительный рост в компании Fireflies. И когда мы приехали уже на семинар в мае месяце, мы уже были, мы вошли в десятку первых золотых, да? Да, нас уже там приветствовали как это. После этого, после этого мы начали продавать только бизнес. Вот лично вот у меня идет только бизнес. Почему? Потому что, когда мы сейчас живем в такое время, которое коснулось каждого, да? Кризис, да? У нас там ситуация с войной, там, обвал валюты, да? Ну, много ситуаций. И самый больной, наболевший вопрос – это у человека деньги, да? Сейчас очень много людей увольняют. Сейчас предприниматели очень много теряют свой бизнес, падают товарообороты, да? И я человека приглашаю в бизнес. Я вот искренне говорю о том, что, ну, где, скажите, пожалуйста, сегодня можно найти бизнес без риска? Без риска. Абсолютно нет никакого риска. В худшем случае, в худшем случае, ну, ты отпутешествуешь, и все. Нет абсолютно никакого риска. Нет абсолютно никаких ограничений, как это было в традиционном бизнесе. Нет ограничений. Мы бизнес строим по всему миру. Раньше у нас была возможность бизнес строить только в своем городе. И нет ограничений по доходам. Абсолютно. Потому что, когда мы имели, Сергей, несколько традиционных бизнесов, и мы 24 часа, как белка в колесе, крутились, крутились, но был потолок в доходах, здесь нет потолка в доходах. Когда я прихожу, разговариваю, туристические агентства, хотя никому не рекомендую, это не наши клиенты, но когда так получается, да, то я говорю, во-первых, смотрите, если вы отправили человека, он уехал, довольный, счастливый, приехал, есть ли гарантия, что он к вам вернется? Нет, конечно, потому что туристическая агентство в каждом доме, в доме по два, да? И у нас, у нас, человек один раз попробовал, это уже его, ему это уже хочется. Он постоянный клиент. И вы всегда получаете с этого процент. И второе то, что я говорю, это то, что вы работаете в определенном районе, а вы можете строить бизнес по всему миру. Поэтому предлагаю только бизнес. Искренне, честно показывать. Конечно, когда мы сразу начинали, то мы, вот я даже не могу вспомнить, что мы тогда говорили. Что мы тогда говорили. Потом, конечно, вот почему важен, почему важен быстрый старт. Быстрый старт. Потому что сначала ты работаешь, а потом результат работает на тебя. Я, кстати, вот не довела мысль, когда нам всем отказали. И мы с Сергеем вот поехали, 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 поехали. И вот через год, это было, наверное, в ноябре, в декабре, ну мы там домой возвращались, только переодеться, да? И мы возвращаемся с Сергеем, у нас уже тогда по автобонусу была машина. Мы возвращаемся на машине, знаете, такие счастливые. Михаил Киселев, мы жили в одном городе, сейчас мы в разных странах. Раньше мы жили в одном городе. И тогда мы созвонились и собрали в городе презентацию. На эту презентацию, ну, прибыл полный зал. Полный зал, наверное, было больше там 120 человек, 200 человек. Много людей было в зале. И я тогда вышел, уже Сергей был золотой лидер, Михаил. Мы получили машину, пришли наши родственники, очень много друзей, знакомых. Они лидеры, я их представляю. И я говорю, знаете, к сожалению, мы достигли успеха. Но вот всегда хочется так, чтобы бизнес строить с близкими, да, с родными, с ними комфортно. Но, к сожалению, так получилось, что нам пришлось уехать в другие города, в разные страны. И у нас получилось. И мы рассказывали презентацию, я их представила. Как вы думаете, много было контрактов у нас после этого? Конечно, много. Потому что, когда мы приходим иногда к человеку, да, с которым мы много лет дружим, возможно, кумовья, да, и предлагаем бизнес, и он говорит, ну, вот ты давай сделай, а я потом приду. Вот это, наверное, может стресс, а может холодный душ, да. Как гулять там или что-то, вот эти ограниченные разговоры, только, а когда ты начинаешь развиваться, то близкого человека это начинает раздражать. Согласны? Спасибо.